Другим темам. В Москве сегодня прошел съезд ЛДПР. Делегаты определили новый руководящий состав. Правда, при выборе председателя партии в бюллетене значилась только одна фамилия. Сам Владимир Жириновский призвал соратников все-таки подумать о преемнике. Рассказал о президентских амбициях и, как всегда, отметился яркими высказываниями. Репортаж Олега Шишкина. Жириновский улыбается, Жириновский хмурится, Жириновский размышляет. Очередной съезд ЛДПР проходил в центральном офисе партии, так что многочисленные изображения председателя участники форума могли лицезреть прямо с порога. В ожидании лидера партии публику развлекал духовой оркестр. Владимир Жириновский появился на сцене под аплодисменты. Тут же грянул партийный гимн. Текст можно было прочитать на большом экране. 30-й юбилейный съезд ЛДПР посвящен кадровым вопросам. Делегаты выбирали новый состав высшего совета. Правда, интриги с избранием председателя партии в ЛДПР не обещали. Еще накануне партийцы практически со стопроцентной уверенностью говорили, что этот пост сохранит Владимир Жириновский. Отчетный доклад председателя партии больше напоминал лекцию о международном положении. С указкой у политической карты мира Жириновский говорил около часа. По его мнению, идеи, которые продвигает ЛДПР, постепенно завоевывают умы на Западе. И победа в США Дональда Трампа тому свидетельствам. Вся предвыборная кампания Трампа, это практически большинство наших с вами лозунгов, связанных с ограничением мигранта. Сегодня Трамп говорит, хватит силой оружия навязывать якобы демократические режимы. Так, тоже Косово, сегодня это Украина и весь арабский мир и так далее. Это то, что и мы предлагали. Сто раз мы говорили. Жириновский напомнил и основные партийные программные требования. Крупная промышленность в руках государства, госмонополия на алкоголь и табак и поддержка малого и среднего бизнеса. Свободная экономика, но обязательно с регулированием государства там, когда в этом есть необходимость. Государство, как МЧС, всем понятно, МЧС тогда, когда землетрясение, пожар, психийные бедствия, наводнения, когда в экономике что-то взахлёб и мешает это развитию, государство должно регулировать. Жириновский руководит партией уже почти 27 лет. Он не раз говорил, что незаменимых нет, но и сегодня в бюллетене для голосования снова вписали только одну фамилию. За Жириновского делегата высказались единогласно, хотя перед началом тайного голосования он призывал коллег проявить вольнодумство. Ну напишите другие, кого бы в принципе, пусть он не имеет шансов победить, но в принципе, кого вы могли бы видеть в будущем. Мы не будем встречать почерк, вы можете левой рукой написать, но чтобы знать настроение, настроение знать. И напишите прямо под моей фамилией, хочу другого, надоел. Жириновский заявил журналистам, что собирается участвовать в президентских выборах, которые пройдут в будущем году. Это будет обсуждаться уже на следующем съезде ЛДПР в середине декабря. Нынешний завершился праздничным концертом. Все желающие могли посетить и музей подарков Жириновскому. В нём почти 2000 экспонатов, портреты вождя, разного вида шахматы, одних часов больше трёх десятков. Самый ценный позолоченный швейцарский хронометр от Саддама Хусейна. Музей планирует расширяться, пока Жириновский у руля подарков будет всё больше и больше. Олег Шишкин, Алексей Белов, Сергей Леонтьев, Марина Елисеева, Первый канал.